Меня выгнала, сказала, ты что тут на моем участке делаешь? Посмотрите, какой красивый ухоженный огород. Тут уже что мы видим? Нарушаем, нарушаем. Слушайте, я прямо иду и думаю, господи, что за флаг там такой? Российский что ли? Но дело в том, что в Стокгольме нет земли. Ну, ладненько, пошли смотреть, как выглядят шведские дачи. Друзья, всем привет, всем здравствуйте, добро пожаловать снова на канал. Все подписавшиеся, кто не подписался, еще подписывайтесь обязательно. Сегодня я случайно забрел на территорию шведских дач и хочу вам показать, что же выращивают шведы на своих дачах и вообще как выращивают. Сейчас такой дачный сезон летний как раз начинается. Давайте посмотрим, что тут, как происходит. Я с кофейком вот прогуляюсь, просто случайно прям шел и смотрю, вау, в даче и подошел и почитал, что вообще можно ходить. Оказывается, только там написано, что, пожалуйста, ничего не срывайте, потому что это уже частное. А посмотреть можно. Ну, если посмотреть можно, значит и снимать можно. Так что давайте я поснимаю вам тоже. Вот такие вот домики называются по-шведски стуга. Стуга. Простюга. И в них, в принципе, ну, переночевать можно только в теплый период, так скажем, да. И в основном они предназначены только вот, чтобы там посидеть, кофейка попить между тем, как вы работаете. Ну, ладенько, пошли смотреть, как выглядят шведские дачи. Надо сразу отметить, так это мешки с землей. Но дело в том, что в Стокгольме нет земли, то есть это только кажется, так что это земля, на самом деле это просто, это гора. Тут весь Стокгольм стоит просто на очень плотной породе гористой, поэтому если вы хотите хоть что-то вырастить, кроме вот такой вот травы, вам просто необходима земля. Ну, вот видите, люди закупают и привозят тебе на дачу землю. Представляете, какой труд. Там проходит такая трасса, конечно. Ну, ничто прекрасное, ни нам, ни шведам тоже не чуждо. Смотрите, какие красивые ирисы. Там такие ирисы поменьше. Я обожаю просто вот эти вот, как они называются, лук. Для меня это лук. Я вообще просто балдею. А тут уже что мы видим? Нарушаем, нарушаем. Шведы, посмотрите, а? Мак. Незаконно. Это можно и привлечь за такое. Такой большой, такой прямо, ух. Интересно, что вот это за растение. Посмотрите, какое. Если вы знаете, напишите. Прямо какая-то такая стрела. Стрелище просто. Вот, видите, везде сделаны грядочки. Везде сделаны грядочки. Ну, там инвентарь, наверное, скорее всего, что хранится. Так. Так прямо хочется сорваться. Но написали же, что нельзя. Скоро будет. Ягодка уже поспеет. Ой, посмотрите. Васильки. Это, наверное, декоративные васильки. Ромашкин. Да. Ну, тут. Ну, видите, люди стараются. Стараются. Мне кажется, что это хорошо. Вот. Ой, какой. Посмотрите, какой красивый, ухоженный огород. С такой беседочкой. Там прямо сделаны. Смотрите, как колышками прямо украсили. Тут тоже будут очень большие обалденные ирисы. Здесь пионы. Ну, это простые такие, не это. Не пушистые. Слушайте, тут уже картоха выросла. Ну, что-то мне кажется, я как бульбаш все-таки хочу сказать, что мне кажется, что это все-таки очень близко друг к другу показано. Ну, молоднячок, молоденькую, может быть, и съедят, но большая она не вырастет. Ой, там клубничка у них уже поспевает. Смотрите. Это огурчики, я так понимаю. Кальраби. Щевелек. Какие молодцы. Капусточка. Всего понемножку. Приехал после работки, собрал чики-пуки и готово. Очень много сирени, конечно. Это такая декоративная мини-сирень. Вот это я не знаю, что. Слушайте, опять маки? Да посмотрите, какой. Неужели тут на реке не ходят? Шведские на реке. Ой, блин, вообще, посмотрите. Я, кстати, не знаю, как мак будет по-светски. Надо посмотреть. Ну, либо вы напишите. Шведы, мои любимые. Пиончики. Сейчас на пионы. Они сейчас как раз у них самый-самый сезон. И были такие огромные скидки в магазинах. И так мне хотелось купить. Домой поставить. Так, вообще, три пиона стоят где-то 15 евро. Напишите, сколько у вас стоит. Только пишите, где вы, конечно же. Не пишите. А у нас пионы стоят 3 рубля. Я не знаю, где вы. Поэтому пишите, где вы. Посмотрите, какой огромный. Красивый. Блин, какие красивые. И вот такие же были в магазинах. То есть, по 50 крон. То есть, ну, 5 евро где-то было скидка. Но перед тем, как купить любой цветок домой, теперь я внимательно изучаю, как они соотносятся с котиком. И вот пионы, к сожалению, не любят котиков. А котики не любят пионы. Ну, вернее, может быть, они их и любят. Но если они их съедят, то они... Так что пришлось отказаться от пиончиков. Люминус котяра, конечно, внес... Внес в мою жизнь большие изменения. Теперь даже он цветов особо не путешь. Но и там кто-то работает. Ладно, не пойдем, не будем дышать. Так, ну, здесь видно запущенный участочек. Не хватает времени. Вот там вот сразу вижу, малинка будет. Разбитое... Разбитое сердце? Разбитое сердце. Смотрите. Краник. Краник, столик. Ой, как... Какие богатые пионы, как прям цветут, цветут. Слушайте, я прямо иду и думаю, господи, что за флаг там такой? Российский, что ли? А потом думаю, не сербский, по-моему. Это Сербия, наверное. Наверное, кто-то пытался сделать винишко, лозу. За лозой надо смотреть. Она так не растет, что ты просто посадил, лоткнул только в Грузии. Когда мы в Грузии были, то нам грузины говорили, что у них есть какая-то такая поговорка, что как-то там кинешь палку и она прорастет. Такая благородная земля в Грузии. Плодовитая. Ну, это, конечно, разнесется тут по всем, да, о чем посмотреть. Скоро у всех будет ревень. Эх, эх, шведы не знаете, как ухаживать за участком. Горошек посадили. Тут малинка тоже. и тут очень ухоженный участочек. Шикарные ирисы какие-то черные. Смотрите, красота. Интересно, это туалет или нет. Мне кажется, тут нет туалета. Я вот только не могу понять вот этот вот основной дом. Мне кажется, что это частный, ну нет, наверное, это не частный. Это как опси, наверное. странная привязка у этого дерева. Может быть, я не очень хорошо в сельхоз хозяйстве разбираюсь. Не знаю, зачем так сделали. Нет, наверное, это все-таки частный домик. Хорошо, что я отсюда быстренько ушел. Там у нее вот такая скамеечка классная. я вообще пошел там кофейка еще попил. И она буквально пришла через 5 минут. Может быть, бы меня выгнала. Сказала, ты что тут на моем участке делаешь, мигрантишка? Ой, я как вспомню, как на дачах у нас воровали этот мак. Было, вы знаете, мы даже опасались его садить. Не то, что там мак-мак. Ну, запрещено вообще-то в Беларуси сажать мак запрещено на участках. То есть, если полиция, в принципе, может оштрафовать даже за один мак. Есть такой закон. Это даже как-то на канаплю похоже, правда? Вот шведы, вообще, пипец. Вся наркота тут. Ну, страшно было мак этот иметь на участке. Я помню, что вот бабушка моя там прямо выковыривала весь мак, чтобы он там не сеялся, не дай бога, ничего. Даже не потому, что могли, ну, как бы полиция могла проехать, да, а из-за того, что на реки приходили, на реки приходили, и они же обдолбанные, что ты знаешь, как им, межхотение, мало ли что, как им там захочется, там, могут же все сделать, понимаете? людей уже там, как сознание, оно атрофированное, поэтому очень опасно было это дело. Я помню, мы ходили, например, за грибами в лес, и вот иногда идешь там рано-рано, утром в лесу, грибочки собираешь, да, и вот прямо такими вот лежат кучами мак, они вот на реки прошлись по дачным участкам, но они заранее ходят, сначала высматривают, где есть, потом они уже конкретно по точкам идут, там собирают быстренько его, и в лесу вот они это молочко собирали, такой краткий курс по тому, как сделать все себе приятное. Короче, я сейчас вам рассказал, надеюсь, что видео это пропустит YouTube, а то у меня сейчас все забанят. Ты что тут расскажешь? А в Швеции вон. Может, тут посильнее любят, я не знаю, что мак растет, даже ничего им не делается. Так, спасибо этому дому. Ой, сюда. Пойдем к другому. Так, тут написано, что добро пожаловать погулять по дорожкам, да, и посмотреть на прекрасное, но, пожалуйста, как бы ничего и не берите, да. Вот такие дачки, они называются колонии, колонии. Так вот они выглядят, я даже не знаю, сколько тут каждому выдают соток, ну, сколько-то выдают. Так, как можно получить такой участочек, например, если вы хотите в Швеции? Ну, есть разные, кто-то дает на один год, кто-то дает на несколько, в зависимости от того, как вот этот, видите, есть вот такой колони ференинг, ференинг это объединение, вот, но здесь, конечно, понятно, что люди уже построили себе даже такие мини-домики, поэтому здесь это уже как бы на долгий период выдается, может быть, на несколько лет, а может быть, даже и на пожизненно, вот, но обычно такие колонии участки выигрываются в лотерее, то есть, то есть вы выбираете там, где вы хотели бы получить себе участочек, записывайтесь, вот, и потом проходит лотерея, ну, и если вы счастливчик, вам выпадает шанс занять свой участок, это стоит какие-то деньги, ну, конечно же, это зависит в основном того, где это, какое там вот объединение, потому что за землю, может быть, надо оплатить, вы увидели, что там есть вода, все не бесплатно, электричество, все надо оплачивать. Ну, вам большое спасибо за просмотр, особенно тем, кто смотрит до конца, большой-большой вам привет.